ехала с одной выезжаю с двумя и все мои старые шмотки провожаю а к тебе прощай я я в челябинске в комнате отдыха я поселилась в четырехместном номере сейчас тут никого нету здесь есть одна женщина которая через час уже пока что одна стоимость такого номера 890 рублей за 12 часов меня насчитали 10 часов и взяли как за 12 ну то есть тарификация такая по 6 часов вот очень я довольна потому что сидеть в зале ожидания на неудобном сиденье а там специально делают как мне кажется неудобные сиденья что пассажирам не было комфортно чтобы жизнь не казалось медом значит мысль потеряла что еще в общем когда сидишь с двумя сумками ты не можешь отлучиться не в туалет телефон разрядился ты не можешь его зарядить без того чтобы тортать эти две сумки вниз на этаж и на первом этаже здание вокзала есть розетка для зарядки телефонов бесплатная но с тремя гнездами то есть только три человека со всего вокзала могут заряжать свои устройства может быть есть это еще я не знаю но работник вокзала показал только в одну сторону дальше я почему-то не взяла и да я взяла еды но я не взяла хлеба в общем из всей еды у меня кусочек колбаски один огурец 4 йогурта было теперь уже два осталось потому что мне голодно пакетики чая в общем короче говоря в номере ты и в туалет сходишь по-человечески и освежишься в душе даже можно и голову помыть в общем здесь и моющие средства есть все дела правда нет тапочек в этом номере ну что вы хотели это же очень бюджетный эконом-класс дальше что еще зарядить телефон где-кде-кде-кде-кде-кде я показываю в этом зарядка телевизор можно смотреть можно не смотреть но в конце концов отдохнуть в постели нормально поспать потому что я уже вторые сутки в пути автобус поезд вокзал я раньше бывала в комнатах отдыха на правда никогда в четырехместном номере не рисковала а теперь оказывается селят по гендерному признаку ну то есть если женщина то только женщина потому что ворске у меня был прецедент когда мы в номере были с мужчиной были неприятности так ну и все в общем короче говоря поэтому я с тех пор и вообще зареклась селиться в четырехместные и скольки это местные номера где дорогие мы все еще в гостинице я хочу показать здесь такое белье отличное прям вот льняное лен сейчас я вам покажу видите все чистенько когда мы были в гостинице ну лет 15 назад в смысле в комнатах отдыха здесь было такое дешевое детальское белье которое такое полусинтетическое так я надеюсь шум чайника не помешает так я уже проспала два часа этого достаточно больше наверное не надо а то вдруг голова заболит потом мне еще три в поезде успею отдохнуть я надеюсь еще три ночи ночевать восемнадцатого я приезжаю пятнадцатого да три ночи кажется еще ночевать вот и что я хотела сказать я почему застилаю чтобы был приличный на фоне работы в общем с железнодорожным вокзалом города Челябинска мы дружим ну наверное с 90-х годов прямо с самого начала 90-х годов потому что мы всегда ездили из Актюбинска в Улан-Удэ в советское время мы летали самолетом с пересадкой покупая билеты в трансагентстве потом цена на авиабилеты стала неподъемной самолеты перестали летать маршрут невозможно было подобрать чтобы прямо из Актюбинска попасть в Улан-Удэ мы стали ездить поездами сначала из Оренбурга с пересадкой да наверное с пересадкой потому что прямо с Оренбурга до Улан-Удэ не было поездов ну и сейчас в общем постепенно наши иногда мы ехали через один раз не помню ехали через Свердловск то есть прилетели самолетом до Свердловска а из Свердловска уже в Челябинск потом из Челябинска в Оренбург из Оренбурга на поезд ну в общем это очень такой заковыристый путь получился но это дети были еще малюсенькие совсем мы ехали всей семьей мне это путешествие понравилось запомнилось как что-то знаете когда мы ехали ночью случилось так что мы весь день провели в Свердловске в Екатеринбурге и нам мы очень устали хотя мы нигде особо не бродили но детки были совсем маленькие мы сидели на вокзале и обошли только эту привокзальную площадь там стояли бабули которые продавали все 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 подряд ну в общем вспомните в Москву тех лет кто застал конечно в общем короче говоря когда мы сели в поезд это была уже ночь мы были уставшие в общем постель в поезде нам показалось прямо сказочной мягкой приятной а за окном в это время вот в моем представлении были сказы Божова серебряная копытца что там еще огневушка поскакушка в общем всякие такие я обожаю сказы Божова так красиво так таким сочным красочным языком пишет человек аутентичным вот о его личности я кстати ничего не знаю не читала когда мы приехали на вокзал города Челябинска в 90 ну не знаю какой это год прям наши дети вообще малышечки были то есть младшему два может быть третий год шел то есть будем говорить что это 93 год а вокзалы в то время в общем буфеты вокзалов опустили в общем в буфете вокзала города Челябинска было продавалось продавался в качестве закусок для ну в качестве еды для перекусов для пассажиров хлеб черный нарезанный с нарезанным салом сверху вот такой бутерброд реально вот уже вообще нечего было выставить они вот придумали вот такое продавать чай это было то время когда значит начались кражи посуды из буфетов поэтому посуду ну стакан в который чай наливали за него брали залог который возвращали в общем вот такое было время вокзал был старый ну не скажу что разваливающийся здание такое было ну такое хорошо построенное капитальное но ремонта вот такого внешнего никакого не было никакой такой отдел ну все старая старая краска туалет старый такой с дырками в полу ну это не дырки конечно такой не знаю как называется такой унитаз ну куда ты становишься ногами то есть не унитаз такое сиденье ладно буду с характерным для всех туалетов советского союза запахом вот перемена началась ну лет может через десять наверное здание постепенно вот был период я приезжаю половина зданий перегорожена и там делается ремонт то есть ты сидишь старой части здания а там за сеткой идет ремонт в следующий раз приезжаешь другая половина вокзала перекрыта ты уже находишься в другой половине в общем здание вокзала расстроили и вот такой красивый вокзал построили сейчас сейчас спускается второго этажа на первый здесь такой красивый фон да правда все все против людей как я уже говорила зарядное устройство заряжать телефон можно бесплатно ну вот там вот сейчас вот за этим киоском камень такая точечка на три три гнезда вот где мужчина в зеленой футболке ходит там вот ну вообще конечно Урал есть Урал здесь все из камня там стоит красивый на этой парадной лестнице красивый шар так сейчас вдруг скажут что нельзя снимать это будет странно и такие или продувь пятерочку за чем-нибудь опять снова за едой я уже ходила но не рассчитала получилось что так здесь такой сложный переход все надо в обход обходить вот довольно негуманно так снимаю сейчас еды вам Челябинска вот вот в общем наверное какой-то колбаски что-ли купить не знаю ну так на всякий случай вообще я когда утром шла в магазин думала что я буду есть яблоки и кефир все а сейчас села захотела есть съела всю колбасу которую на три дня ну вот такой кусочек которая думала что буду есть три дня села и за раз вот теперь думаю надо мне восполнить запас ну типа пусть будет вот 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 это Исилькуль и здесь идет снег это граница Казахстана с Россией очевидно очевидно сегодня сегодня шестнадцатая май сегодня сейчас По всему пути Красноярск, на мой взгляд, самый красивый город, особенно вот в этой части. Сейчас Тумал, горно видно. Мы переезжаем Енисей, я так думаю, Енисей же, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, вот здесь как-то нет где-то невероятной красоты вот этот вот высокий плеяр. Начался Байкал, и мы подъезжаем с Людянки. И будем ехать в тут Байкал часа четыре, пять, или даже шесть. Это такой отдельный заливчик. Дорогие мои друзья, спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. Спасибо вам огромное за лайки. А также подписывайтесь на мой Инстаграм. Следите за моими постами. Всем пока!